Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас обзорная серия игры под названием Sky Hill. Sky Hill это стоэтажный отель в центре мегаполиса, в который вселяется наш главный герой. Вселяется он на сотый этаж. Вот загорелся свет в его окошке. Его цель прибыть и отдохнуть от того, что творится в мире. А в мире, я напомню, идет война с применением биологического оружия. Собственно, сейчас в заставке мы все это и увидим. Давайте нажмем новая игра. Итак, перед нами мы видим выбор сложности, друзья. На легком я игру уже прошел. Прошел ее не без труда, потому что в этой игре главным является удача. Это как карточная партия. Придет тебе козырь или не придет. От этого зависит прохождение игры. Поэтому давайте попробуем сейчас выбрать нормальную сложность для нашей обзорной серии. И посмотрим, что у нас здесь появляется, друзья. А здесь у нас появляется выбор пассивных и активных навыков. Как я уже говорил, я прошел игру на легком. И поэтому мне предоставили абсолютно все навыки. Абсолютно все. Когда мы только начинаем играть, у нас нет ни одного навыка. И выбрать мы ничего не можем. Проходил я игру на легком с помощью вот этого навыка. Инициатива наказуема. Я это выбирал, чтобы атаковать первым врага. И вот этой аптечки, которая мне в принципе-то и не пригодилась за всю игру. Прошел я игру на легком уровне сложности с двух раз. Сначала у меня открылась первая половина навыков. Вот это. То есть чем глубже ты спускаешься вниз к первому этажу, тем больше навыков тебе дают. А когда я прошел полностью игру, друзья, мне дали вот эти навыки, о которых я даже не знаю. Я их сейчас вижу впервые. И наверное сейчас я выберу какие-нибудь другие навыки, которые я еще не использовал. Вот например, воля случая. Очень хороший навык. Я когда увижу процент в описании, меня сразу тянет к этому навыку, друзья. Напомню, что система боя в этой игре пошаговая. То есть сначала ходите вы, бьете, либо бьет вас враг. И от того, как у вас получится ударить, крит, уворот, либо дополнительный ход, зависит исход битвы. Очень часто, если вам не везет, вы попросту проиграете. Смерть и игра начинается сначала. Ну, собственно, как и во всех выживалках. Поэтому нанести урон от оружия в 300% это просто находка. Особенно, если это можно применять будет... А это можно будет применять, поскольку это пассивные навыки с самого первого уровня. С самого первого этажа, вернее. А вот здесь активный навык, который можно использовать иногда раз за игру, иногда спустя какое-то время. Я даже не знаю, что здесь выбрать, друзья. Но вот я думаю, дьявольскую дачу. Почему бы ее не взять? То есть я могу уничтожить любого врага один раз в игре. И поверьте мне, некоторые враги просто ошеломляют. Мне хочется сбежать от них. Но обойти врага очень часто попросту невозможно, так как он стоит на лестничной площадке и приходится драться до победного. Очень часто даже на самом легком уровне сложности, прошу заметить, я выживал с одной единицей здоровья. Такое тяжело представить, что на легком уровне очень сложно пройти игру, но так и есть. Просто нужно невероятное везение, чтобы победить. Поэтому вот дьявольская удача мне, наверное, пригодится. Ну что ж, берем волю случая и дьявольская удача. Пусть поможет нам в случае удачи. Переходим к самой игре и сейчас, наверное, уже наконец-то пойдет заставка. Ваши крючки, как и заказывали наш лучший номер с отличным видом и последней версией бьетовщики. Знаете, перед самой страшной бурей всегда затишье. Ну, я даже не представлял масштабы катастрофы. Используем новое ядро. Просим всех оставаться на местах, включить вашу домашнюю биологическую защиту, а в случае ее отсутствия без паники сохраняя спокойствие продвигаться в ближайшем будущем. Женщин и детей. Уважаемые гости, просим вас оставаться в своей номере. Я бросился к телефону, начал набирать всяк подряд. Полиция 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там, снаружи. Когда крик и стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное ручание и звуки, разрываемые на части плоси. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов, я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда. Итак, друзья, идет случайная генерация уровня. В этой игре уровни генерируются каждый раз по новой схеме, когда игрок заходит в игру. То есть одинаковых уровней не бывает. И в каждом уровне свой лут, свое оружие и свои последствия. То есть там может находиться монстр, а может и не находиться. Там можно будет найти аптечку и тому подобное. Единственное, что постоянно в этой игре, это название отеля с переменчивой буквой H и наш номер. Давайте я познакомлю вас с нашим пейнтхаусом. Как вы поняли, друзья, я нахожусь на сотом этаже. За окнами прогремел взрыв. Видимо, это было биологическое оружие. Все солидные отели готовились к этому событию. И каждый отель снабжен биологической защитой. Наш герой сколько мог сидел в отеле. Но у него начала заканчиваться еда. Как вы видите, 50% у него осталось от сотни. И чтобы не умереть с голоду, ему нужно отправляться на поиски провианта. Хоть администрация отеля уверяла, что в номерах безопасно, но мы слышали в заставке, что кто-то за дверями ходит. Возможно, от ядовитых газов или прочего влияние защита в этом отеле есть. А вот против превращения в мутантов и прочей нечисти такой защиты нет. И эти мутанты находятся уже на нижнем этаже, на 99-м. Наш номер снабжен кроватью. Наш номер снабжен верстаком. Также здесь где-то есть кухня. Ее, к сожалению, не нарисовали. Там мы можем готовить себе еду. На верстаке мы можем мастерить оружие и прочие предметы для создания других предметов. На кровати мы можем отдыхать и восстанавливать свое здоровье. Давайте же посмотрим наш рюкзак. Зовут нас Перри Джейсон. Мы первого уровня. До достижения следующего уровня нужно 50 очков. Слева от нас находятся очки параметры развития нашей, сила, скорость, ловкость и меткость. Первые три компонента нужны для того, чтобы пользоваться оружием. Здесь мы уже сами выбираем, каким оружием будем пользоваться. Силовым, ударным, либо быстрым и острым, либо вообще копьями или еще чем-нибудь. Для этого нам нужно повышать при достижении уровня эти все параметры. Когда я играл на легкой уровне сложности, я прокачивал силу. И, в принципе, мне это помогло. Ну, немного, конечно, задевал ловкость и скорость. Ловкость дает шанс кувороту, скорость дает шанс дополнительного хода, сила исти сына крит. А вот меткость, параметр такой своеобразный. Ну, скажу я вам, наверное, самый важный в этой игре. Если вы будете постоянно промахиваться, ваша жизнь в этом отеле, ну, закончится где-то через этажей 5. Может быть, 10. Максимум 20. Я не знаю, что здесь будет на среднем уровне сложности, но даже на легком, при постоянном, при низкой меткости меня разрывали. Могли разорвать, вернее, на части. Им это удалось только, конечно же, один раз. Но дальше я уже собрался и начал прокачивать меткость. От меткости многое чего зависит. Но она не влияет на подбор оружия, которое мы можем брать в руки. Дальше смотрим, друзья. Слева у нас те самые параметры дьявольской удачи и пассивный параметр воля случая. Дьявольскую удачу, естественно, будем брать тогда, когда будет у нас непосильный враг нам встретиться. Тут находится, дальше лево, это здоровье, естественно, и еда. Каждое перемещение по этажу или в соседнюю комнату отбирает у нас одну единицу еды. Когда закончится параметр вот этот в 50 очков еды, у нас начнет отниматься здоровье. То есть нам нужно постоянно искать еду. Если мы ее не найдем, мы помрем. Дальше. Это находится здесь левее, ниже, вернее, портрета диктофоны, которые я нашел при прохождении легкого уровня сложности. Мы можем каждый из них запустить. Давайте запустим первый, прослушаем. Когда это случилось, знаете, очень, очень тяжело терять любимых. Может, мне повезло, повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску. Мы как завороженные смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель. Покачивается на сорванных петлях перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаги от меня. И только я остался в живых. То есть, это диктофоны выживших, походу, да, которые мы находили в разных номерах, когда спускались снизу. Я нашел их девять. Но я думаю, возможно, есть еще больше. Ниже находится журнал, который я собрал на 50% на легком уровне сложности, где находятся разные заметки от тех же самых жителей отеля, которые здесь были, и либо превратились, либо погибли. Вот самая интересная заметка из всех. Это сейчас я вам покажу. Это распечатанная заметка, друзья, с логином и паролем. Когда я проходил игру, я не знал, что это за логин и пароль, и куда его вводить. А как оказывается, он нужен для получения новой заставки, новой концовки игры. На первом этаже отеля находится компьютер, где нужно применить этот логин и пароль. Я не узнаю, конечно, получится ли у меня на этой сложности дойти до первого этажа в этой нашей обзорной серии, что, конечно, маловероятно. Но, тем не менее, чтобы получить новую концовку, необходимы эти данные. Эти данные я нашел чисто случайно в одной из комнат охраны. В компьютере я их выдрал и сохранил. Они у меня есть, и когда-нибудь, если я дойду до первого этажа, я применю их. Справа от нас находится, друзья, система крафта. Мы можем создавать оружие, которое необходимо нам для боев. Оружие это мы вкладываем в вот эти вот кулаки. Два сразу оружия вложить можно, но вести бой доступно только с одним оружием. Каждое оружие требует определенных ресурсов. Эти ресурсы также нужно либо находить, либо создавать вот здесь во вкладке другую. Например, чтобы создать гвоздь, мне нужно два куска металлолома, который также ищется в комнатах других жильцов. Та же самая система с лечением. Мы можем создавать и бинты, и противоядие, и еда, которая будет повышать наш параметр голода. А это наша веб-комната, друзья. Здесь мы можем улучшать наш верстак, где мы производим оружие. То есть нам будет доступно больше видов оружия. Следовательно, мы можем делать выбор, какое оружие прокачивать и к которому стремиться. Кухня, где мы можем получить новые рецепты и готовить более продуктивную еду. Это называется дверь. Дверь в наш номер. Мы можем усиливать ее с помощью деревянных балок и тем самым чувствовать себя спокойно, когда будем дремать в своей комнате. А дремать мы будем вот на этой кровати, которую также можно улучшать. Каждый уровень улучшения делает кровать более комфортной. Мы лучше отдыхаем, а следовательно восстанавливаем больше здоровья. Правда, спать здесь можно при одном условии. Когда мы спим, уменьшается параметр голода и увеличивается параметр здоровья. То есть только за счет голода. Постоянно спать не получится. И вот эти все тонкости, друзья, когда мы... Каждое действие влечет за собой определенные последствия, делает эту игру, ну, довольно такой необычной и невероятно сложной. Прокачивая одно, мы уменьшаем другое. И то же самое находится с другой стороны медали. Нужно прокачивать, например, прокачивая ловкость, мы забываем про силу и тем самым не сможем получить определенное оружие. А это верная смерть. Нужно как-то гармонично и умело все прокачивать. Ниже находится наш инвентарь, который пока что пуст. Ну, собственно, все, друзья. Давайте переходить непосредственно к игровому процессу. Итак, появляемся мы в нашем номере. Вверху можно увеличить скорость передвижения нашего персонажа по отелю, но мы будем двигаться стандартно, в реальном режиме времени, без всякого ускорения. Внизу показан этаж, на который мы можем спуститься. Сейчас у нас нет абсолютно никакого оружия, руки наши пусты. Поэтому, если нам встретится какой-то монстр, нам конец. Давайте же посмотрим, что находится внизу. И мы идем на 99 этаж. Может быть, это просто сон, просто страшный сон. Но на самом деле это не так. Этаж нас состоит из лифта. Эта лифтовая дверь сломана. И подняться с помощью лифта на верхний этаж мы не сможем. Кстати, говоря про лифт. Чтобы пользоваться лифтом, нужна вип-карта, которую также можно отыскать. То есть, находясь, например, на 30 этаже, если, конечно, мы туда дойдем, мы можем свободно вернуться в номер. Это будет нам стоить 2 очка еды. И отоспаться. Если же у нас не будет вип-карты, или шахта лифта будет поломана, здесь иногда бывают всякие проблемы, то лифтом мы пользоваться не можем. А, следовательно, либо нужно будет подниматься по ступеням, либо попросту чинить лифт с помощью ресурсов, которых у нас нет. Давайте осматривать комнаты. Итак, друзья, первая комната, которую мы видим, и здесь же нам сразу же дают кухонный нож. Я вам скажу, это неплохое начало, поскольку нам дали первое оружие кухонный нож, и мы его можем сразу же взять в руку. Обычно здесь дают палки, например. На легком уровне сложности я начинал с палкой, которая менее эффективна, чем кухонный нож. Заходим в следующий номер. Начинаем обшаривать полки. Получаем гнилую грушу и брусок. Смотрим дальше. Во время получения этих предметов у нас появляется подкатегория «Другое» и «Для здоровья». Здоровье здесь у нас будет еда и лекарства. А другое – это те самые материалы для создания и модификации оружия, либо для улучшения вип-комнаты. Нам немного не повезло, потому что мы схватили гнилую грушу. Как вы видите, мы можем ее съесть, но при этом рискнуть и потерять 8% здоровья. То есть нам может повезти, либо нет. Но зато мы в любом случае восполним 5 единиц голода. На такие риски нужно идти только тогда, когда уже совсем некуда идти и нет выхода. Ну что ж, мы спускаемся еще на один этаж. Заходим в следующую комнату. Здесь ничего нет абсолютно. Я считаю, это большой неудачей, поскольку комната пуста. Мы берем чеснок, мы берем перчик и берем алкоголь. Становится немножко веселее. Хотя эти предметы малоэффективны из-за того, что они нам не помогут с вот этими ублюдками. А теперь, друзья, смотрим на нашего первого врага. Это, видимо, сосед из либо этой квартиры, либо этой, который вышел прогуляться. У нас есть нож. Он нанес только что первый свой удар и промазал. Система боя у нас состоит из двух вот таких ячеек. Как вы видите, мы можем нанести урон рандомно, куда попадем или нет. А можем нанести целесообразно. Мы нажимаем на монстра, у нас появляется. Можем ударить его в голову, но шанс попасть в голову 50%. И максимальный урон 12,4 единицы. Можем ударить его в руку. Здесь мы попадем практически точно. Мы нанесем где-то в среднем 3 единицы урона. Либо попасть в туловище, что является, наверное, оптимальным вариантом. Ну, давайте попробуем это сделать. Сейчас мы выйдем еще раз. Посмотрим. Бить мы будем ножом. Вот видите, у нас в руке нож. В процессе прохождения у нас будет появляться другое оружие. И можем мы его менять. Вот сейчас мы можем, например, вытащить кулаки. Но кулаками драться очень глупо. Урон 1-2, а ножом 3-2-6. Поэтому вернем нож обратно. Это действие бесплатное. Очков у нас никаких не забирается. Ну, давайте попробуем нанести ему удар в брюхо. 5,7. Довольно неплохой, друзья, удар. Напомню, почему 5,7. 5,7 потому что... Он входит в диапазон вот этого урона. Давайте нанесем еще один удар. 1,3. Провал, друзья. У нас с вами большая беда. 6,4. Мы практически его завалили. Но нам повезло. Мы нанесли суровейший удар на 20 единиц. Я думаю, почему 20 единиц, благодаря вот этим кубикам. Потому что другого объяснения нет. Обычно монстр забирает намного больше ресурсов у нас здоровья. Ну что ж, давайте обыщем этого трупа. У него ничего нет. Продолжаем идти дальше. Еда у нас, смотрите, уменьшается с каждым походом в соседнюю комнату. Вот видите, зашел, минус 1. А еды у нас не так и много. А в комнате мы видим только лишь пустоту. И больше нет ничего. И вот еще один ублюдок. Пожалуйста. Они заселены в больших количествах в этих комнатах. Будем бить в туловище. 14,6. Довольно неплохой удар. А теперь давайте ударим без прицела. Куда попадем? И попали мы довольно круто, друзья. Все-таки работает наш рандом. Потому что на легком уровне сложности я таких критических ударов не наносил, честно скажу. Но здесь, конечно, есть другая сторона медали. Я думаю, если нам дают бить критом, то уменьшается баланс выпадения предметов. Посмотрите, сколько мы проверили комнаты и практически ничего не нашли. А ведь это уже четвертый этаж вниз. И вот мы находим еще одного парня. Их просто здесь миллионы на этих этажах. Я уже сколько? Троих сейчас убью. Вот, видите, друзья, сработал дополнительный ход. Такое иногда бывает. И я могу нанести удар еще раз. И мне повезло. Я этого парня зарезал. Мне повысили новый уровень. Я нашел металлолом. Кстати, очень важная вещь. И ценная. И мне повысили новый уровень. Сейчас мы, друзья, зайдем и повысим уровень. Смотрим. Уровень 2. Пошел уже набор на следующий уровень. И у нас появились 4 очка опыта, которые мы можем добавить в любую из этих категорий. Давайте же посмотрим, к какому оружию мы пока что будем стремиться. Кстати, чтобы улучшить нам верстак, нам необходимы гвозди. А верстак нужно уже улучшать. Потому что сейчас нам доступно всего 5 видов оружия. 5 видов оружия. А нужно больше. Стеса, кстати, наверное, самое интересное из этих оружий. Но в любом случае мы пока что его собрать не сможем. А там, кто его знает. Ладно, друзья. Сейчас нам нужно будет собрать улучшения для верстака, чтобы увидеть остальные виды оружия. Для этого нам нужны гвозди. Все остальное мы уже примерно нашли. А вот гвозди у нас собираются с помощью металлолома. Один лист металла у нас есть. Нужен еще один лист. И тогда мы улучшим верстак. Посмотрим, как это делается. А пока давайте улучшать наши параметры и характеристики. Я не знаю. Но давайте, как и в прошлой легкой серии, на легком уровне сложности я прокачаю силу. И, наверное, добавлю, что там тесак требовал. Тесак у нас требовал DEX. DEX это ловкость. Давайте добавим ловкости 2. Шанс у ворота будет и критический шанс. Может, конечно, дело это неправильно, но в любом случае попробуем. Попробуем. Ну что ж, пойдем зайдем в соседнюю комнату. Здесь срабатывает мобильный телефон на полу, лежащий довольно зловещий звук такой. И мы смотрим, очевидец прислал сообщение на этот телефон. И сказал он, мы встретимся на 89-х небесах и переродишься ты в чистоте первородной, друзья. Это тот самый намек на 89-е небо. То есть на 89-м этаже что-то нас будет ждать. А вот что именно, пока не знаю. Остальные полки у нас абсолютно пустые, друзья. Я не знаю, что это такое. Возможно, это такой уровень средней сложности. Я нифига не нахожу. Это можно уже сейчас назвать практически провалом, друзья, игры. Потому что столько обыскать комнат и не найти даже нормальной еды, которая у нас совсем скоро закончится, это большая проблема. Одна гнилая груша, чеснок и перец это настоящая беда. Все, друзья. Нам дали обезболивающее, но еды не дают. Скорее всего, нас отсюда сейчас будут изгонять. Вот мы взяли карту VIP-гостя. С помощью этой карты мы можем пользоваться лифтом и подниматься вверх к себе в номер. Но одна проблема, друзья. Вы видите, здесь поломка. Если я не устраню эту поломку, то пользоваться лифтом я не смогу. Поэтому, друзья, я должен попытаться его починить. Чтобы починить щиток, мне нужна изолента. Но у меня ее нет и создать я ее не могу. Поэтому я могу рискнуть и сделать это собственноручно из подручных предметов. Обычно это может мне стоить либо здоровья, либо еды. Либо какого-то другого любого рандомного предмета, который находится у меня в рюкзаке. Но чинить нужно обязательно, потому что если я, например, спущусь на 70 этаж, а на 92 у меня будет поломка, я лифт не смогу запустить. И мне придется подниматься на 92 этаж, чинить его. Поэтому давайте попробуем и посмотрим, что получится. Друзья, мы потратили 7 единиц еды. Нам не повезло. У нас не получилось починить. Просто отняли еду, а поломка осталась. Давайте попробуем еще раз. У нас получилось починить все-таки этот этаж, но осталось всего 4 единицы еды. Сейчас мы, скорее всего, умрем с голоду. Потому что все, что у нас было, мы потратили. А еды здесь нет и близко, как вы видите. Нам дают доски, но не дают еды. Вот появился еще один враг. Провальный удар мы только что нанесли. Всего на одну единицу. На 0,2. Да, удача нас покидает, друзья. Удача нас покидает. Нам дали 20 опыта, но нет еды. Все, что нам хватит сейчас, это дойти вот до этой комнаты. Все, смотрите, 0. Здесь находится медпункт. Мы здесь не нашли ничего. Игра показывает, что нам кранты. Понимаете? Не давая еду и пустые полочки. Это такой ход разработчиков. Называется пустое прохождение. Это я так вычислил, потому что по-другому это объяснить нельзя. Друзья, рандом, который играет против тебя. Мы здесь не нашли вообще еды на шести этажах, спустившись вниз. При этом починили лифт. Мы, конечно, можем сейчас заживать перец и получить дополнительную возможность спуститься еще ниже. Но шансов очень мало, друзья. Очень мало. Приготовить мы ничего не можем, поскольку нет компонентов. Давайте на удачу съедим грушу. Но удача, я думаю, будет не на нашей стороне. Да, друзья. Мы съели грушу, получили 5 единиц еды, но потеряли 8 здоровья. Это очень плохо. Но, тем не менее, давайте сдойдем до туда, докуда можно. Но все довольно плачевно. Смотрите, наш враг, наверное, уже 6 или 7 за 7 этажей. Попробуем нанести ему сокрушающий удар. В голову бить не будем, потому что с нашим везением мы точно туда не попадем. А сюда можно. Дам далее еще один дополнительный ход. В коем-то веке, который мы не использовали. Мы промахнулись. Мы промахнулись дважды, друзья. Вот этот эффект удачи. Ты можешь убивать их сразу. А могут они убивать тебя. Вот дали мне кирпич. Но кирпич, к сожалению, не съешь. А здесь еще одна очередная пустая комната, друзья. У меня снова хватает еды. Только дойти до вот этой комнаты. И здесь, наверное, умереть. Мне дали лук. Чеснок, лук, перец. Вот такой вот. Вот такая вот продуктовая корзина в нашем прохождении. Посмотрим еще на один этаж ниже. И на каждом этаже нас ждет монстр. Суровый, жестокий монстр. Хороший удар на 8. Это очень хороший удар. На 5.5 тоже ничего. Сейчас бы, если бы мне убить его с одного удара. Мне повезло. Как всегда, у него пусто. И у нас остается съесть либо лук, либо съесть перец, либо чеснок. Больше нам ничего не дано, друзья. Давайте съедим перец. Нам дали еще 6 очков здоровья. Кстати, если у нас закончится здоровье, у нас нет ни одной аптечки. Мы не нашли на этажах ничего, кроме монстров. Такого прохождения я даже не ожидал, друзья. Если честно. Если честно, мало верилось, что у меня это получится. Вернее, мало верилось, что у меня получится дойти хотя бы до 80 этажа. Потому что я ожидал, что уровень сложности понизит мои шансы в нахождении предметов. Ну, давайте его зарежем. Конечно, он меня может зарезать сейчас быстрее и сам. Да. Все, друзья. Это называется слив. Многие, кстати, кто играл в эту игру, писали о том, что если у тебя все хорошо начинает получаться, разработчики понижают твои шансы на удачу. И ты начинаешь блуждать по этажам, ничего не находя. А мой последний раз это было полное прохождение игры. Поэтому, я думаю, шансы на мое прохождение занижены. И вот, что мы видим. Мы видим яйцо и пустую полку. В полках нет ничего. Ну, взяли яйцо. Но оно нам особо не поможет, друзья. Обрывок фотографий. Это газетные вырезки, которые мы собираем в нашу коллекцию. Но они нам мало помогут. Обезболивающее также неэффективно без бинтов. С бинтами я бы мог создать аптечку, но, к сожалению, наверное, вам показать это не смогу. Потому что на каждом этаже находится как минимум один или два монстра. Это моя последняя, наверное, битва, друзья. К сожалению. Хотелось показать больше. Но, видимо, не получится. Нет. Нет удачи. Вообще, ноль. Удача где-то сейчас на параметре 0,1 выставлена. Мне, кстати, повысили уровень. Я могу, конечно, поднять его до 10. И, наверное, меткость. Сейчас разницы уже нет. В любом случае, я не выживу. Все. Заканчивается моя еда. У меня 18 единиц здоровья. Еда, вернее, уже закончилась. Сейчас я съем лук. Приготовить я ничего не могу, поскольку нет никаких материалов. Все. Эта дверь заперта. Чтобы ее открыть, мне нужен ключ. Но у меня, друзья, его попросту нет. Давайте я вам теперь еще покажу. А я не могу что-то ничего показать. Лифт почему-то не работает. Тут я не могу понять, почему не работает лифт, друзья. Видимо, это глюковатое какое-то прохождение. А, здесь лифт работает. Здесь он просто почему-то не захотел открываться. Хотя дверь целая. Давайте заглянем в соседнюю комнату. Мы нашли монетку. С помощью этой монетки можно подойти к любому аппарату, который находится на лестничной площадке. И получить либо еду, либо еще что-нибудь. Например, деталь. Либо получить медикаменты. Но, к сожалению, мы, наверное, не увидим аппарат, который здесь работает. А вот еще один лист металлолома, что очень здорово. Мы на 90 этаже. У нас абсолютно нет еды и абсолютно нет здоровья. У нас нет аптечек. У нас нет ничего, друзья. Можем съесть кофейные зерна. Яйцо, кстати, можем съесть. Ну, давайте съедим яйцо. И поднимемся назад домой. Я вам покажу еще систему. Систему улучшения комнаты. Вот, смотрите. Мы заходим в вип-комнату и смотрим, что нам нужно улучшить для верстака. Не хватает гвоздей. Заходим в гвозди. И выбираем, выбираем создать гвозди. Создается с помощью этого вот этого молота. Нажимаем и у нас в инвентаре появляются гвозди. Идем дальше в вип-комнату. Дальше в вип-комнате у нас находятся 3-4 элемента, которые можно улучшать. О которых я говорил в самом начале. Нажимаем на верстак и смотрим, что нам нужно. Оказывается, мы не сможем улучшить наш верстак. По той причине, что у нас не хватило одной единицы металлолома, которая ушла на гвозди. А значит, ее нужно отыскать. Прежде чем модернизировать верстак. Ну, не знаю, получится у нас это или нет. Думаю, что нет. Это прохождение, как говорится, сливное. Не повезло. Не повезло. Даже кухню мы не сможем улучшить, потому что у нас нет палки. Которая обычно за 10 этажей, ну, в нормальном прохождении попадается моментально. На самом первом этаже обычно палка лежит, но в нашем случае почему-то не вышло. Друзья, я спустился куда-то в самый низ. И я вам скажу, что... Нас ждет здесь беда. Давайте у нас есть стать обезболивающим. Восстановим хотя бы 15% здоровья. И нанесем этому ублюдку удар. Да, удар провальный. На 1,7. Ну, сейчас хороший, конечно. На 1,5. Промахнулся. Повезло и нам. Хоть раз за игру. В монстрах нет ничего. На легком прохождении здесь находился целый арсенал, друзья. Я собирал здесь и еду, и медикаменты. А вот здесь почему-то что-то совсем плохо все. Дают бруски и лук. Но в таких случаях говорят, что нужно перезапускать игру. Так как лук и чеснок и перец. Больше ничего. Здесь еще есть рыба. Иногда попадалось. Иногда мясо. Но в нашем случае что-то совсем плохо. Даже лопнула лампочка, когда мы зашли в комнату. И в этой комнате также нет ничего. Мы спустились вниз на 86-й, но не были на 85-м. Давайте поднимемся на 85-й и посмотрим, что здесь находится. А здесь еще один монстр находится. Кстати, от этого монстра мы можем сбежать. Но будем ли мы это делать или нет, не знаю. Давайте с ним сразимся. Я покажу как раз-то себе повезет, как работает вот этот аппарат. С двух удар мы его урезали. Получили 20 опыта. И как всегда ничего не нашли. В этом аппарате, друзья, с помощью вот этой монетки рублевой мы можем взять определенный продукт. В данном случае это еда. Давайте же нажмем и получим что-то из еды. Мы получили воду. Это не очень хороший расклад, так как вода довольно хороша в комбинациях. Но по отдельности она нам мало пригодится. Поэтому придется жевать снова лук. Алкоголь я не трогаю, так как это является составным элементом для создания в медицине аптечек и бинтов. Без него никуда. Поэтому я, конечно, его храню, но, наверное, безрезультатно. Давайте съедим лук, хотя пока не будем. Друзья, и вот еще один новый враг. Абсолютно новый враг, которого мы еще не видели. Очень сильный враг. Я выпью последний антибиотик. Этот враг практически непобедим. Я могу нанести ему урон. Голову бить бесполезно, шансов нет. Но давайте бить рандомно. Толку-то все равно нет. 8,5. Он бьет меня критом на 9,5. А я его бью также критом и уничтожаю. Я получаю кровь мутанта, но она бесполезна. Кровь мутанта в этой игре служит для того, чтобы создавать противоядие. Абсолютно пустые комнаты, друзья. Нужно перезапускаться. Не знаю, у меня почему-то появилось желание создать еще одну серию по этой игре. Также обзорную. Ну, не обзорную, а вернее уже показать, что бывает, когда везет. Когда игра идет нормально. Давайте посмотрим уже и верхний этаж. Здесь тоже будет монстр, я думаю. Нет, нет, здесь монстра нет. Еще одна пустая комната. Это отель пустых комнат. Такого, конечно, я еще не видел. Чтобы так глобально не находить ничего. Ну что ж, этого мы зарежем. Рандомно попробуем зарезать. 0,5. Это просто мрак, друзья. 0,5. Хотя следом идет 14. Мы его также зарезали. У нас последнее уже здоровье. Нам дали тряпочку. И все. И комнаты не действуют. Жалко, жалко, конечно, что так вышло. Заедаем чеснок последний. Посмотрим еще на 89 этаж. И здесь находится монстр, друзья. У нас очень мало здоровья. Его попросту нечем восполнять. Мы только можем восполнить голод. Для здоровья у нас нет ничего. Ну, давайте сразимся. В последней схватке, наверное, он нас замочит. Потому что 25 единиц. И он вооружен ножом. Я мог, конечно, пропустить 4 этажа. И сразу оказаться на 86. Но я этого не сделал. Потому что надеялся найти что-то из еды. Этажи нужно проходить все. Чтобы быть подготовленным к более нижним ярусам этого здания. А внизу настоящий ад, друзья. Это еще цветочки. Вот видите, я ударил на 5. Он меня ударил на 5 и 8. Я его ударил на 10. Он меня ударил на 4 и 5. 1 и 8, друзья. Мне конец. Я не смогу его убить. Смог. Смог. Это, конечно, чудо. И мне повысили уровень. И дали еще немножко лекарств. Кстати, с повышением уровня мне восполняется какой-то процент здоровья. Он, конечно, мне мало поможет. Но хоть что-то. Давайте выпьем обезболивающее. Мы уже боремся. Оно реально настоящее выживание. В этой игре. Вот до этого момента. Одни монстры, но нет больше абсолютно ничего другого здесь. Все, друзья. Этот критический промах для меня станет, наверное, фатальным. Хотя мне раз попасть-то только. Повезло. Это тот самый номер, куда приглашал меня очевидец. Помните, я находил телефон жужжащий. Покончу со злобными духами. Вступил он в 82-е врата. Теперь он приглашает меня на 82-й этаж. На который я, скорее всего, не найду. Полочки у нас пустые. Столько все, что мы находим, это бруски и фотографии, друзья. Отель без еды. Я, наверное, так и назову эту серию. Посмотрите, вообще ничего нет. Мне дали муку. Но мука также малоэффективный компонент для того, чтобы есть его отдельно. Ну что ж, его можно только приготовить. Ну давайте спустимся. У меня еды сейчас хватит только на один этаж. Здоровья у меня нет вообще. И, и, и давайте съедим муку. Воду я держу. Кровь мутанта также. Ну что ж, еще на 6 комнат мне хватит здоровья. Хотя, пока спущусь на 86-й, у меня уже ничего не будет. Наш человек хочет очень есть. И мы спустимся, блин, мать его, на 85-й этаж. Где очередная поломка? Починить мы ее уже не сможем. У нас нет ни здоровья, ни компонентов, ничего. Здесь дали орех. И дали, друзья, трубу. Вот эта тема, конечно, хороша. Урон возрос у нас в разы. Смотрите, нож мы можем переложить в другую руку. В процессе боя мы можем менять это все, но урон возрос. Это хорошо, но есть другая проблема. Нас скоро убьют. И уровень. Надо не забывать, что у нас есть уровень. Мы можем повысить, например, 12 этого. Давайте добавим семерочку сюда и шестерочку в скорость. Будем так пропорционально. Все равно мы эту серию уже профукали из-за глобального невезения. И отправимся сейчас в соседнюю комнату. Если, конечно, сейчас я найду аптечку, что маловероятно, то мы еще, может, поживем. Но все те же пустые комнаты, друзья. Сейчас мы съедим последнее, что у нас есть. Это орех, который случайно попал. И очередную битву мы уже точно не выиграем. И она произойдет очень скоро. Как вы видите, из-за поломки вверху у нас весь отель превращается в зону бедствия. Ни хрена не видно. Работает аварийная система сигнализации. Тряпки, брусья и ничего съестного. Такого, конечно, я еще не видел. Но это стоит запечатлеть, безусловно. Так как таких неудач еще нужно поискать. Друзья, ну вот пришла докторская сумка. Докторская сумка восполняет 100 единиц здоровья. Это, конечно, большая удача. Меня услышали. Поэтому, поэтому... Поэтому я думаю, давайте ее выпьем. Хотя у меня еще есть 9 очей здоровья. Но они мне не помогут. Давайте ее восполним. Так как враг может напасть первым. И мы могли проиграть. Мы восполнили на 100 единиц здоровья. Это, как говорится, последнее издрыгание перед смертью. И еда. У нас есть вода, кофе. Кофе нельзя приготовить, нет? Нет, даже кофе мы не можем приготовить. Потому что нужно молоко. И, собственно, само кофе. С воды и кофейных зорь ничего мы не можем приготовить. Печально. Печально, друзья. Давайте выпьем воду. Еще 5 единиц жизни. Скоро мы начнем погибать. Нам дали докторскую сумку. И еще одну тряпку. Очень полезные вещи, конечно. Спускаемся еще на этаж ниже. Здесь находится пальма. Их можно ломать. Вот только я не знаю зачем. Зачем мы ломаем эти пальмы? Непонятно. Ну что ж, друзья. Вот вам супер босс. Супер босс на 60 очей. Которого победить, ну не знаю, практически невозможно при моих условиях. Но он уже находится на 82 этаже. Помните, телефон меня сюда завлекал. И вот я здесь. Я, конечно, могу попытаться сбежать с комнаты. Но это уменьшит мои шансы вообще на выживание. Давайте же сразимся с этим ублюдком в последней битве. У меня 100 единиц здоровья. И этого, может быть, конечно, хватит. Если будет вести на различные удары. Я могу его бить по 6,5 урона. Но меня это не устраивает. Труба у меня может ударить рандомно до 12. Давайте попробуем. А вот и моя ошибка, друзья. Я не взял трубу. Я не взял трубу и получил урон на 87 единиц. Половину здоровья мы у него убрали. Мы можем делать, кстати, два удара за раз. И нам повезло. Вот та самая комната с телефоном, куда нас приглашали. Не засомневался он и оступился. И упал в адские глубины. Нам дали стоечков опыта за то, что мы выполнили. Дали опыта за убитого ублюдка. Кирпич нам еще дали. Монетку и снова кофе. Снова кофе. У нас их уже два. Как раз хватит дойти в соседнюю комнату. Попробуем добраться сюда. Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Как и обычно. Хотя в любой другой ситуации, друзья, если бы мне попадались хоть самые маленькие предметы, с которыми можно взаимодействовать, я бы показал класс. Но, к сожалению, мне это не дали. Вот враг напал первым. Отступить я уже, наверное, не могу. Потому что он здесь присутствует. И придется принять бой. На 0.4 сильный удар. Бывает и такое. Давайте нанесем ему в туловище на 10. Ну и добьем этим. На 19. Кстати, весьма не вовремя мне дали. На 19. И еще один уровень. Я думаю, его нужно восполнить на меткость. Повышение меткости, друзья. Так я смогу бить в голову и иметь шанс нейтрализовать противника. А пока у нас здесь еще один ублюдок. Сейчас мы посмотрим, насколько мы повысили меткость. Меткость, конечно, повышена не очень хорошо. Давайте попробуем ударить один раз в голову. Естественно, мы промазали. Потому что 57%. Слишком маленький шанс в этой игре, чтобы чего-то добиться. Нам дали сахар. И еще один брусок. Дерево мы скоро будем продавать. Столько получить брусков за игру, это, конечно, жесть, друзья. У нас есть дерево, есть кирпич, есть гвоздь. И мы можем строить дом, но не можем выживать. Но, тем не менее, мы еще живы. Мы еще живы. У нас 0 очков здоровья. Мы сейчас съедим сахарок последний. Говорить о чем-то более масштабном нельзя. Вот еще одна пустая комната. Конечно, в таких бы случаях, если бы не запись, я бы уже перезапустил игру. Потому что никуда это не годится. Но здесь я уже попробую дойти до конца. Друзья, мне дали маленькую аптечку. Она может мне восполнить здоровье на 30%. Это немного, но хоть что-то. У меня заканчивается абсолютная еда. Давайте восполним на 30% здоровья. И выпьем последнюю бутылку алкоголя. У нас больше нет еды. Я такого, конечно, не ожидал. Дают пальмы, которые просто ломаются. И дают муку. Мы еще пройдем пару этажей. Нет, друзья, мы уже не пройдем пару этажей. У нас здесь подросток. Подросток, который на нас нарывается. Давайте бить ему в голову. Я буду бить до последнего в голову, пока не попаду. И мне повезло, друзья. Я нанес урон на 50%. Это довольно круто. Это очень круто. Нанести на 50%. Мне дали дыньку. Еще один брус дерева, 6. И фотографию. Еды все так же нет. 79 этаж. Идем на 78. Здесь еще один враг. Еще один вражина. Можем попробовать его ударить в голову. На 7,4. Но не очень, не очень. Так, лучше. И смотрите, можно делать контрольный удар. Например, в руку. В любом случае, он сейчас погибнет. Вот это я лоханулся. Такого, конечно... Я уже повторяю эту фразу много раз. Я не видал, чтобы из 95% нанести урон на 1%. Хотя, это, наверное, делают кубики. Ладно, зайдем еще в одну комнату. Здесь еще один враг. И он снова меня пытается уничтожить. Нормально. Нормально. Мне дают кровь мутанта бесполезную. Седьмой кусок дерева и бинты. Бинты нужны для медицины. Но без алкоголя и обезболивающего они абсолютно бесполезны. Еще одна пустая комната. Отель пустых комнат. Давайте съедим муку. Приготовить я ничего не могу. Подняться на этаж я не могу. Выше вернуться домой. Видите, смотрите. Что-то случилось с электричеством. Я не могу залезть наверх. Ну и все, собственно. Это называется тупик. Тупик. Конечно, в надежде что-то... Я, вернее, надеюсь еще что-то отыскать. Но, наверное, вряд ли. Я вижу только монстров. И тотальное невезение. Просто тотальное невезение. Давайте вот сейчас нанесем ему урон по руке. Когда не надо, урон по руке получается довольно сильным. Ну что ж, корм для животных и клей. Корм для животных может восполнить мне 20 единиц голода. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Это тоже медцентр. Но в медцентре дают только тряпки. Сколько у меня тряпок? 4 тряпки, 7 брусков дерева. Это не то, что я хотел бы увидеть. Я не могу крафтить. Это самое страшное в этой игре. Если ты не можешь крафтить, ты не можешь развиваться. Потому что с каждым уровнем враги будут все сильнее и сильнее. У меня очень маленький процент удачи на попадание. Я часто промахиваюсь. И очень часто они попадают. Урон 0,5. Урон 1,3, друзья. По-моему, все. 0,5. 3 раза 0,5 это такого еще никто не делал. И на 22 в конце, который уже, собственно, ничего, никакой роли не играет. Мне дают антибиотики и дают бинт. Мы сейчас можем с вами, друзья, создать противоядие. Если бы меня отравили, мы можем создать противоядие. Но не можем создать аптечку, которая нам очень нужна. 5 здоровья делает антибиотик. 10 здоровья делает бинт. Нам бы алкоголь, и мы сейчас бы сделали что-нибудь интересное. Ладно. Давайте зайдем в соседнюю комнату. А здесь тоже монстр. Нам дают шанс подготовиться. Ну, давайте хоть что-то восполним. Грохнем хотя бы эту тварь. Нормально. На 11 еще дают дополнительный ход на 0,8. Нормально. Мне дали, наконец-то, металлолом. И дали еще один брусок. По-моему, 9, да? Монета у меня есть. Да, друзья, у меня есть монета. И в этом медикаментном шкафу мы что-то можем получить. А получили мы не аптечку, а обезболивающую. На 15 очей. Ну, лучше, чем ничего. Давайте его выпьем. Это, конечно, уже подвиг дойти до 75 этажа. Не имея ничего, кроме трубы. И вот еще один враг, который продолжает меня доставать, тварь. Но с двух ударов мы его уничтожили. Дали нам еще один кухонный нож. Зачем? Непонятно, наверное, для коллекции. И вот он. Вот этот великий человек. Который нас сейчас убьет. Да, друзья, я буду бить в голову, потому что... Другого шанса у нас спастись в этом месте нет. И тем не менее, мы все еще живы. Мы все еще живы. Мы убили уже троих монстров. Взяли шоколадочку. Шоколад хорошо, кстати, восполняет. И мы получили рублевую монету. Мы получили мини-аптечку. Мы все еще живы. Мы все еще живы и спускаемся на 74-й уже этаж. На каждом этаже враги. Нормально, нормально. Давайте ударим в туловище. 10 очей здоровья. Нам дали еще один металлолом и воду. И можно, наверное, выпить аптечку. Так как кризис, кризис настает. Заперто. Эта дверь заперта. Сюда нужен ключ. Ключей мы не находили. Еще одна тряпочка. Интересно, чего у нас больше? Тряпок или кусков дерева? 73-й этаж. И здесь сидит падаль. Не повезло. Повезло. А вот здесь не повезло. Ну что ж, друзья. Еще, наверное, четвертый или пятый монстр. Будем атаковать его с помощью трубы. Естественно, только ударом в голову. Мне нечем подлечиться. И поэтому прощайте, наверное. Все. Это точно конец. 17 очей. 4,7. Промок. Все, друзья. Нет, не все. Я все еще жив. Мне еще повысили уровень. Мне повысили уровень, где я могу развить точность. И силу. И мне еще дали сыр, аптечку, газетную вырезку и клубничку. К сожалению, скрафтить ничего я не могу. Подняться на этаж выше я не могу. Но вот аптечку съем с удовольствием. Я не могу подняться на этаж, потому что поломан лифт. Сломан полностью. Ну, давайте ему всадим в головешку. Промазал. Два раза промазал. Это 60% у меня шанс попасть. Очень, конечно, печально. Три раза промазал. Ни хрена мне здесь не дают. 73 этаж. Я уже пошел в вабанг. Нормально. У нас есть сыр, клубника и шоколад. Рекордер и гнилая капуста. Тоже тема. 71 этаж. Рыбка и металлолом. Заканчивается еда. И вот, друзья, еще один парень, который делает мне урон на 75 единиц. Друзья, у меня вот есть дьявольская удача. Давайте его замочим с помощью навыка, который у меня есть. На 1000 урона. А, его можно использовать раз в 150 комнат. Кстати, тема. Тема. Довольно неплохая вещица. Если вдруг какие-то проблемы возникнут, мы можем убить монстра раз в 150 комнат. То есть, дважды где-то за отель примерно. Не чаще. Но тоже неплохо. Этот парень умер с одного раза, потому что... Потому что я с ним уже дрался. Это тот беглец, который от меня убежал. Сейчас съедим гнилую. Не знаю, не будем рисковать. Давайте съедим пока сырок. Чинить нет смысла, так как мне нужно починить тогда все шахты. Если я починю одну, это не исправит ситуацию. Лифт работать попросту не будет. Вот вы видите, эффект неудачи продолжает свое действие. Мне дает кровь мутанта. Эта дверь заперта. И посмотрим, что в этой. Кофейные... Кофейные... Как они называются? Зерна. Молоко, наконец-то, дали. И эта дверь заперта на ключ. Мы снова умираем от голода. И еще один супер-босс. Давайте бить ему в голову. Процент у нас стал немного выше, но это нам не очень помогло. Если мы, конечно, нанесем еще один удар. Все, друзья. Это так и предсказуемо было. Давно уже пора было умереть, но не получалось до этого. Дело в том, что, друзья, нужно чинить шахты и возвращаться вниз. Самый кайф этого места. Гарантия прохождения на этаже ниже. Крафтинг предметов. Но, к сожалению, с моей удачей в этой части, мне удалось без крафта дойти до 67 этажа. В принципе, это тоже неплохо. С одной трубой и машиной брусьев деревянных и тряпок. Больше у меня ничего не было и практически крафтить было не с чего. В следующей серии, не знаю, буду я делать или нет победную серию для этой игры. Но, скорее всего, она появится. Я уже покажу, как проходится эта игра на среднем уровне сложности, когда у тебя все хорошо. Ну, по крайней мере, предметы выпадают равноценно, а в комнатах что-то есть. Здесь же большинство номеров были пустые. А те номера, которые мы видели, давали нам бревна. И больше ничего. Изредка давали еду. Много здесь, конечно, нам сопутствовала удача, что мы доползли до 67 этажа. Но, в основном, конечно, это невезение. Можно смело называть эту серию отель невезения. И начинать следующее. Обычно так и надо делать. Например, играя в эту игру, вы видите, что не можете крафтить, не можете собирать предметы, у вас мало еды, и вы буквально выживаете. Можете, друзья, перезапускать игру и начинать заново. Это плохой расклад. Здесь вы не пройдете. Здесь нужно гармонично и правильно все складывать вместе. Как еду, так и здоровье, вернее, аптечки, так и оружие. Если что-то не складывается, все. Параметры развития персонажа там уже нужно развивать, исходя из того, к которому оружию вы стремитесь. То есть, например, хотите тесак, развивайте, например, что там, скорость или ловкость. Хотите кувалду, развивайте силу. В общем, все в ваших руках. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать нашу обзорную серию отеля невезения Sky Hill. Я надеюсь, что я сниму еще одну серию, где полноценно дойду до самого первого этажа на среднем уровне сложности. В принципе, это не сложно. В принципе, нужна только удача. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайк. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. Пока.